Катерин Басараб Катерин Басараб Узбивать её максимально. Если бы ты выиграл шоу и тебя был миллион... Как бы ты его портал?.. Если бы... То миллион?.. Я бы потратил её на запись Наверно даже не одного альбома Или на творчество Только эту ... На тугу да, на сутки Хотел бы ты поучаствовать в будущем и ещё каком-то шоу? Или, возможно, до этого фактора был выбор между этим проектом или каким-то еще? Я открыл для всех предложений и очень хотел бы принять участие в каком-то другом шоу-преже, если это был готовый формат, а не вокальный. В каком возрасте ты понял, что музыка – это твое? Где-то ближе к 13 годам, уже после всех детских мечет, желаний. «Звездная болезнь» – это что? Продолжение. «Звездная болезнь» – это, в первую очередь, крах как человеку, а во-вторых, как музыканту. В-третьих, «Звездная болезнь» – это не для меня. А в чем это предпочитает? Я не замечал подобных поведений в среднем огромном окружении. «Какой смысл для тебя содержит слово «харизма»? Как ты считаешь, ты обладаешь как-то интересным?» Думаю, да. Ну что это для тебя, талант или приобретенные какие-то? Это, я думаю, что это гремучая смесь всего. И таланта, и стремлений, и капелька удачи, и щепотка настроения. Все вместе. «Какими качествами, как ты считаешь, должен обладать человек, чтобы достичь успеха?» Обязательно нужно очень сильно чего-то хотеть. И очень много времени дать этому. Это самые два правила. Давай поговорим теперь о твоих увлечениях и предпочтениях. Твоих поклонники интересуются, нравится ли тебе песня одного Ламберта? Да, мне нравится жанр, в котором работает Ламберта, и я прослушал их не один год. А какие твои любимые песни его? Одна из моих самых любимых – это песня «No Bunges». Что выберешь – стихую, душевную компанию или громкую, веселую вечеринку? Обычно получается все стихи маленькой компании, а заканчивается как раз вечеринкой где-то. «Нравятся ли тебе фильмы ужасов? Если да, то какие?» Нравится фильм «Ужасов? Перед самым особенно. И последний, который я посмотрел, это «Мистика», ключ от всех дверей. А какой же кино ты вообще предпочитаешь? Смотря какое настроение. Какая тебе любимая дина года? Я очень люблю зиму. Снег, праздники, Новый год, семья, камень. Ты любишь гулять на дождь? Я часто попадаю под дождь, и, как обычно, я оказываюсь без зонтика. Но я с огромным удовольствием прогуливаюсь. А если бы у тебя была возможность поехать в любой уголок мира для поиска вдохновения, куда бы ты отправился? Знаете, вдохновение приходит как-то из разных мест. Я бы сейчас хотел бы оказаться где-то на Кибете. Есть ли у тебя любимая страта или афоризма? Это моя любимая. Постарайтесь не запутаться. В нашей жизни все быть может. Только то не может быть. Что быть может, быть не может. Остальное может быть. Супер. Что бы ты выбрал, мороженое или шоколад, горы или море, фильм или мультфильм? Я бы выбрал шоколадное море в мультфильме. Какие предметы любил больше всего в школе? Я очень люблю математику, люблю французскую. Жалко, что было буквально пару лет. И люблю физкультуру. Были ли какие-то уроки, которые ты прогуливал? Да, но чаще это было из-за каких-то поездок, из-за каких-то выступлений. Хотел бы сняться в фильме? Да, хотел бы. А, в каком? Может, есть какой-то фильм, который уже вышел, который тебе нравится и ты хотел бы там себе сделать? Мне было бы интересно поучаствовать в создании чего-то нового. Не сыграть трое, которое уже кем-то было сыграно, а что-то по ПВ. И именно какой жанр? Не знаю, может быть, это была бы какая-то мелограмма или боевик. А кем бы ты был, положителем или отрицательным героем? Ну, тут... Интересно даже. Смотря, что это будет. А есть ли у тебя любимый актер или актриса? Нет, я стараюсь оценивать фильмы по жанрам. И по игре актера, а не просто какие-то актеры в разных фильмах. Какую вещь ты бы обязательно взял с собой на необитаемый остров? Ну, я думаю, что какая-то вещь, что мне понадобится, а там понадобится хорошая компания. А на что ты потратил свои первые деньги? Это было... Да, это было очень давно утро. На святую маму. Приходилось ли тебе играть на деньги? Приходилось когда-то. Да. А ты выигрывал или проигрывал? Когда выигрывал, когда проигрывал. Главное, что... Приятно. Или выиграть, или проиграть бабушке, играя в лото. На что первое обращаешь внимание во внешности человека, который впервые видишь? На глаза. В первую очередь обращаю внимание на глаза. Согласен ли ты, что глаза зеркало вышли? Конечно, согласен. Как долго ты спишь в утром выходной день? Поставлю я в уединке или нет, смотря. А ты вообще совай не заварил? Я человек, я не птичка. От чего тебе сложно отказаться? Сложно? Я не могу отказаться от музыки. Я постоянно слушаю. У меня всегда наушники, либо в кармане, либо в сумке. И от хорошего настроения. Не хочу отказываться. По натуре открытый человек? Можешь ли говорить обо всем подряд с едва знакомым человеком? Каждый человек это что-то интересное. И мне интересно ознакомиться с новым. Что тебе помогает решать проблемы? Мне помогает решать проблемы, если они какие-то маленькие. И они просто считают, что больших именно проблем как таковых не существует и не бывает нерешаемых. Поэтому нужно только время и правильный настрой. Если бы вместо крови по твоим венам текла музыка, какая музыка это бы была? Это была бы музыка души, однозначно. И я думаю, что музыка и интересы обновляются с обновлением крови. Действительно. И она постоянно была бы разной. Что-то бы добавлялось, что-то бы в ней менялось. И это был бы какой-то, наверное, ураган внутривенный. Внутривенный. Какую сверхъестественную силу ты бы выбрал, если бы у тебя была такая возможность? Суперсивно. Ну, например, видимо уже летать? Нет, видимо бы не хотел. Я умею летать, поэтому летать вот я бы не хотел. Одна из моих любимых песен. Мы летаем с нашими мыслями, с нашими воспоминаниями. Я когда слушаю музыку, правда, иногда просто забываю, как проходит дорога-рытва. Потому что я куда-то мысленно улетаю. Во сне. И летаю тоже. Не просто потому, что я расту. Я как-то уже давно замечу, что не расту. Просто летаю. И какую бы сверхспособность? Наверное, слышать все. Я бы хотел не слышать даже то, что не видно, что, не знаю, даже, может быть, какие-то животные не слышат, даже рыбы не слышат. Вот то, что не слышно. Какой-то голос планеты, что-то, как звучит ветер. Вот это вот мне было бы очень интересно услышать. Я бы очень хотел иметь сверхспособность. Если бы любые твои три желания была возможность исполнить, какими бы они были? Я бы обязательно хотел, чтобы день был длиннее. Второе. Чтобы все люди были счастливы. И третье. Еще три желания. Если бы у тебя была возможность создать свой парфюм, какие нотки присутствовали бы в этом аромате? Я даже не могу представить, что можно смешать, чтобы получился вот этот подходящий запах для всех. Было бы очень интересно что-то попробовать новое. Потому что нет. То, что нельзя купить ни в магазине, это вот те запахи, когда мы входим в цветочный магазин, вот именно такие, более настоящие. Не что-то то, что, ну что, это что-то такое незнакомое, а очень знакомое, которое несет в себе теплые воспоминания или просто запах леса. Не освежители вот эти вот все воздуха, а именно настоящий запах леса. Ну просто, я думаю, что это все-таки невозможно поместить в флакончик и в этом вся прелесть ходить в просто лес. Какое событие из твоей жизни первым приходит на ум, когда ты слышишь слово радость? Радость, когда родители улыбаются, радость, когда я просыпаюсь и понимаю, что я могу полежать еще 15 минут. Радость, когда я выхожу на сцену и выступаю, это чувство радости, переполняющее просто от первого шага до поклона и еще тянется за мной шлейфом после того, как я уже уехал с концерта. Такие моменты. Обменивался ли ты валентинками в школе? Да, я обменивался валентинками и на 14 февраля я их, конечно же, подарил своим близким, знакомым, своим старым подругам валентинки, светочки. А в школе ты их самостоятельно клеил, рисовал, вырезал или покупал? Я их покупал. Все гораздо проще. Главное не то, что там ты сидел, делал своими руками, а то, что ты об этом вспомнил, то, что ты захотел сделать человеку приятно, потому что это абсолютно несложно. Либо ты ходишь, либо ты не хочешь. У нас даже в школе работало, наверное, и сейчас это есть, я точно не знаю, у нас было. Почта. 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 Людмилей. Такие названия очень интересные. И мы вот тайные послания отправляли кто-то там, как-то шутил весь вот, кто-то разговаривал, а кому-то это была возможность тайно признаться в любви и оставить это маленький секрет за собой. Что может тронуть тебя до сразу? Вообще ты чувствительность в плане? Я не чувствую боль. Я чувствую радость. Я чувствую, когда холодно. Я эмоциональный человек. Но мы, мужчины, не такие трепетно эмоциональные, как прекрасный пол. И не всегда мы можем показывать свои эмоции, не всегда мы можем что-то такое, выводящее нас из равновесия, да, принести свою жизнь и позволить себе. И я думаю, что это к лучшему. Но если даже я как-то могу либо огорчиться, либо что-то меня может трамать, я не могу сказать, что я расплачусь. Могут замоклеить глаза. Каким для тебя должен быть дом твоей мечты? В твоём воображении? Дом моей мечты. В котором всегда будет играть музыка. В котором будет обозрена свеча. В котором будет собака. В котором будет камин. И обязательно семейная, тёплая, уютная атмосфера. Ну как ты представляешь, там будет много света. Какие цвета будут присутствовать? Я не зацикливался бы на каких-то определённых цветах. Я бы постоянно что-то бы менял. Перекрашивал бы стены. Я вообще очень хочу, чтобы у меня была в моей квартире и в моём будущем доме комната специальная, где не будет окон и где просто будет кот, как ящик. Достаточно большой, чтобы там всегда играла музыка. И туда можно было прийти, там покрыть грушу. Или что-то порисовать на стенах, заляпать красками. То есть как-то вот что-то. Это такая комната креатива. Комната для души, где можно было воплощать свои какие-то тайные детские фантазии. Или просто выливать своё настроение. Сколько лет ты первый раз вышел на сцену? Вышел на сцену первый раз, когда мне, наверное, было года три. Детский сад, утренники. Помню даже песня какая-то была «Ты морячка и моря, корыца». Или это было после. Давно это очень было. И, ну, я помню, что я когда-то играл на «Ейском утреннике», и я не был крупным мальчиком. И как-то это было очень интересно. Мы все были костюмированы. Я помню какой-то огромный такой сундук, где вот как бы приготовили меня. И я прям поместился, потому что там действительно был сундук. Он мне запомнился, остался в моей памяти, как такой именно громадный, куда могло поместиться где-то меня, наверное, таких, как я, человек 10, наверное, тогда. Да, ну, я не помню, как-то. Я помню, как меня накрыли крышкой, вынесли, поставили, потом накрыли, и я такой, раз, такой «Колобок! И давай читать стихотворение». Я уже не пропустил стихотворение, очень долго это было. Какие бы страны ты хотел посетить? Или, возможно, было желание когда-то переехать? Какие страны? Какие страны. Мне было очень интересно побывать в Италии. Я хочу побывать на Исландии, в Австралии. Хочу попутешествовать. А переезжать? Я не хотел бы переезжать. У нас прекрасная страна. И как-то искать чего-то неизвестного где-то. Мне очень все здесь устраивает, мне очень здесь нравится. И родить детей, если можно так это называть, построить свой дом и заниматься музыкой. Я бы хотел продолжать в нашей стране. Расскажи, как ты знакомились твои родители? Знаете, я как-то не наблюдал за этим процессом. Порассказывать только могу. И когда-то мне отец рассказывал, что мои родители жили в разных соседних районах. Вы знаете, как оно обычно происходит в Мантеке Капулете, две школы, которые враждуют. И как-то отец, кажется, с компанией где-то не проходили, мимо какого-то парка, лето, что-то. Он тогда учился, мне кажется, в классе девятом, или десятом, или одиннадцатом. В общем, последние классы. И они увидели, что компания девушек играет в бадминтон. И решили, конечно же, подойти, познакомиться с красивой девушкой. И как-то так завязалось. Потом встречание, потом армия, потом я и мои родители. До сих пор прекрасно живут вместе и все отлично. Такая вот маленькая история моей семьи. Что для тебя является источником вдохновения? Страдания или, наоборот, какие-то счастливые моменты? У меня вдохновляет просто все, что меня окружает вся жизнь. У меня как-то не испытываю чувство страдания. Ну, то есть при любом настроении. Хорошее или плохое, вдохновение может посетить тебя. Оно посещает. Все чаще и чаще. Назови две своих плохих и хороших черты характера. Хм. Знаете, тут уже смотришь не знаю, надо надо смотреть. Не критично. Потому что я очень много работаю в последнее время. И я считаю, это хорошим качеством. Вот мои друзья считают это неудобным, так как они попадают в мире. Ты принципиальный человек? Я принципиальный человек и принципиально буду принципиальным. Ну, то есть у тебя железо. Сказал, сделал. Или бывает всякое? Мне кажется, что это не принципиальность. Это просто ответственность. Ты ответственность? Я ответственный человек. Что тебе всегда поднимает настроение? Есть ли какое-то волшебное средство? Есть средства. Какие-то мобильные телефоны. Можно позвонить всегда кому угодно. И принесли настроение. Хотел бы ты жить вечно? Я бы хотел оставить после себя то, что будет жить. Ты веришь в любовь с первого взгляда? Верю и хочу это испытывать. Веришь ли ты в судьбу или считаешь, что человек строит ее сам исключительно? Для меня понятие судьбы это не какая-то прямая. Это какие-то преграды и постоянные перекрестки. И тут уже надо самому решать налево, направо или только прямо. Думаешь ли ты, что каждый человек в нашей жизни не случайен? Я уверен в этом, что я действительно не случайен и не раз в этом убежал. Что бы ты сделал, если бы узнал, что завтра наступит конец света? Что правда? Нет. Все зависит от того, когда он наступил. Завтра. Либо через пять минут, либо завтра, либо через неделю. Я бы точно отложил все какие-то очень важные дела на ближайшее будущее. И обязательно бы позвонил всем своим близким людям и рассказал всем, что жизнь прекрасна и спел бы. Если бы у тебя была возможность очутиться в прошлом или в будущем на один день, что бы ты выбрал? Я бы не хотел знать будущее и не хочу возвращаться в прошлое. Хочу жить настоящим. Что ты считаешь двигателем прогресса? Желание, устремление и время. И самый последний, завершающий вопрос эксклюзивно от нас. Как ты считаешь, что общего между французским философом Габриэль Оноре Марселем, танкменом в группе «Звери», актером Николасом Холтом, ударником в легендарной британской группе «Мьюз» и тобой? В первую очередь мы с мужчинами. А в вторую очередь мы все связаны с искусством. И в третью очередь вы еще родились в один и тот же день, 7 декабря все. И наша команда желает, чтобы твоя звезда, которая однажды зажглась на небосходе танкевых артистов, горела очень-очень ярко и ты осуществил все твои творческие планы. Спасибо. И теперь мы даем тебе возможность обратиться к поклонникам. Еще раз здравствуйте. Я очень благодарен тем, кто слушает, тем, кто уделяет время и отдает частичку своей жизни. И в случае я буду стараться вас радовать своим творчеством, музыкой. И до скорых встреч на концертах. Пока. 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 Пока.